Один из старейших вузовских факультетов региона отмечает вековой юбилей. К столетию ИСТФАКа в Ивановском областном архиве открылась тематическая документальная выставка. На стендах представлены больше сотни протоколов, отчетов, приказов и, конечно, архивных фотографий. Самый, наверное, неожиданный для меня был документ. Это уже документ послевоенный. В России есть план по созданию главного корпуса, который сейчас находится на Ермаке, это первый корпус. И в 1947 году планировалось, что рядом, почти что напротив главного входа, будет большой фонтан. Фонтан – это студент, спортсмен, сбирается на шест. Но, к сожалению, в 1947 год война только закончилась, денег не так много вливалось в народное образование, поэтому, к сожалению, фонтан у нас не получился. Но очень интересный план тоже представлен на выставке. Посетить экспозицию пришли студенты исторического факультета, преподаватели, а также выпускники. Среди них, к слову, много представителей городского и регионального истеблишмента. ИСТФАК окончил и нынешний председатель Гордумы Александр Кузьмичев. Кроме того, на историческом факультете ИВГУ высшее образование получили десятки видных ученых и исследователей международного и всероссийского уровня. Если, говорите, выдающийся историк в исследовании, то у истока стояли, скажем, Кизеветтер, Петрушевский, Манфред – это такие ученые с мировыми именами. В дальнейшем работали, скажем, уже несколько позднее. При этом это и Аркел Иванович Конокотин, Юрий Артурович Яковсон, Израиль Яковлевич Биск, Александр Викторович Смирнов. И сейчас работает очень много интересных ученых. Если на заре своего становления лекции будущим историкам читали приезжие профессоры из столицы, то теперь на факультете есть своя научная школа. Выпускники востребованы не только в нашем городе, но и за пределами Ивановской области. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.